В мусульманской традиции очень важно беречь свое тело. Сегодня мы наблюдаем рост проблем со здоровьем. С каждым годом у людей диагностируется все больше и больше заболеваний. И вот что интересно. Люди болеют от питания. Большинство людей едят в три, в четыре раза больше, чем им действительно нужно в качестве топлива для выработки энергии. Аллах Сухану Аталя не проектировал наши тела для потребления всего того множества пищи, которое мы потребляем сегодня. К примеру, с точки зрения биологии, достаточно есть мясо лишь раз в неделю. То есть наше тело не нуждается в мясе чаще, чем раз в неделю. И я верю, что нужно есть как можно более чистую пищу. Я думаю, что мусульмане должны быть полувегетарианцами, потому что пророк, саляллаху алейхи вассалям, на самом деле не ел много мяса. Умар, да будет доволен им Аллах, будучи халифом, запретил есть мясо два дня подряд. Мы с вами едим мясо каждый день, иногда даже чаще, чем раз в день. Мы раздражаемся, если на столе нет мяса. Что же происходит? Мы с вами не были спроектированы с расчетом на поедание такого большого количества мяса. В результате этого чрезмерного потребления мы и получаем множество болезней. Отдельная тема — физические упражнения. Мы знаем, что пророк, алейхи саляллаху асалям, тренировался. И он сказал, «Ваше тело имеет право». Он много ходил пешком. Из хадисов известно, что у него был плоский живот. Ему не нравились люди с большим животом. Он говорил таким людям. То, что вы носите, этот лишний вес, смотрелось бы намного лучше на ком-нибудь еще. Другими словами, тот жир, который вы набрали, лучше бы смотрелся на худом человеке, которому нужно набрать вес. В трудах имама Малика есть два хадиса о мясе. В одном из них говорится, «Будьте осторожны с мясом, потому что оно вызывает зависимость, так же, как вино». Все это часть нашей сунны, которую вы найдете в книгах по фикху. А если посмотреть, как обходится с животными мясная промышленность, это ужасно. И мясо, которое вы едите, содержит в себе весь этот ужас. В самом деле, пытки, которым подвергаются все эти животные, являются частью того, что люди едят. Весь этот страх и адреналин, который эти животные постоянно пропускают через свою плоть, поэтому люди также находятся в состоянии страха и беспокойства. Людям стоит задуматься об этом. Однажды Умар спросил некоего человека, «Ты что, идешь, покупаешь мясо всякий раз, когда проголодаешься?» «Да, управитель правоверных. Будет лучше, если ты перестанешь покупать так много мяса, позволив есть его другим братьям». И еще одна страна вопроса. Чтобы произвести один килограмм мяса, нужно потратить семь килограммов зерна. И это при том, что по всему миру есть люди, страдающие от голода. Эта мясоедская англосаксонская культура распространилась по всему миру. Все эти бифштексы и макдональдсы уже есть в каждой стране. И это мультинациональная корпорация, которая кормит людей этой отвратительной смесью. Абсурдная, клоунская еда, не имеющая никакой пищевой ценности, вообще никакой. Полезнее съесть картонную упаковку, чем саму еду. Это правда. Сегодня мясо переполнено гормонами. Вы слышали о ситуации в Пуэрто-Рико, где столкнулись с проблемой раннего полового созревания девочек, причиной чего стало присутствие в мясе животных гормона эстрогена, применяемого для быстрого роста скота. А вот что они делают. Кстати, уж не от этого ли люди становятся гомосексуалистами? Может быть, все это гормональный дисбаланс из-за мяса, которое они едят? Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, «Для человека, сына Адама, нет сосуда, который он может наполнить хуже, чем желудок». То есть худшее, что мы можем заполнить, это наш желудок. Сыну Адама достаточно нескольких кусочков пищи, чтобы поддержать тело. Всего несколько кусочков для функционирования организма. Но если нет иного пути, и вы вынуждены это сделать, то... Тогда треть желудка для еды, треть для питья и треть для воздуха. В этом хадисе говорится о максимуме того, что вы можете сделать. Это максимум. Можно понять, как будто это минимум, то есть с этого начинаем. Но нет, это уже финал. То есть мы делаем так, если вынуждены и другого пути нет. «Скажите, сколько мы сейчас потребляем? Так мы едим. Сколько из нас сегодня съедает всего несколько кусочков для поддержания жизни? Ведь в основе мы едим именно для того, чтобы оставаться в живых, чтобы жить. Но что происходит? Мы живем, чтобы есть. Мы постоянно заняты разговорами о кухне, о кулинарных шоу, о еде. Но это явно не то количество, сколько мы должны потреблять. Это слишком много. В результате этого возникают всевозможные болезни. Мы должны потреблять совсем немного, чтобы поддерживать организм».